Офигеть! Офигеть! Кто-нибудь еще хочет прибежать дорогу нам? Сейчас как представлю, как приедем, как вдохну вот этот воздух, понимаешь, по-моему. Я вообще ничего не вижу. Стоп, 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 стоп. Что? Надо выйти посмотреть, стой. Сейчас встречаемся. Стой, выпустим. Подожди, здесь сидим. Давай-давай-давай! Отстань! Давай! Давай, еще! Давай! Еще! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Я даже не знаю, какая лучше была дорога, та или эта Я не вижу вообще ничего сейчас Мне вообще ничего не видно из-за солнца Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка, меня зовут Юля Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии Конечно, следите за обновлениями, друзья! Конец ноября я нахожусь в Гродненской области И посмотрите, какая красота вокруг меня Несмотря на то, что сейчас еще заканчивается осень Уже практически настоящая зима Говорили, что зимы не будет, а вот она наконец-то к нам пришла Вместе с красивым снегом Красота, конечно, здесь Единственное, что где палатку поставить У нас уже небольшие заморозки Но, тем не менее, это отличная погода для того, чтобы порыбачить на Налима, друзья! Конечно, сезон ловли на Налима продолжается В этом году на Налима я выезжала только один раз Вот меня интересует вот этот вот обрыв Я хочу под ним, да Выход, вход в поворот Я хочу под ним попробовать его половить Хочу проверить, смогу ли я вот отсюда ловить фидером Поэтому сейчас соберу фидер, заброшу и протяну Посмотрю, будет за что-нибудь цепляться или нет Если все чики-пуки, буду ловить отсюда Вполне себе очень выгодное место У меня есть готовая кормежка с прошлой рыбалки, с водохранилища Сейчас вот я еще раз заброшусь Чтобы при первом же забросе с монтажом его не потерять Проверю дистанцию, которую я выбрала Очень близко к дереву выбрала, мне кажется Я знаю, что рыба просто так сразу не подойдет Этого просто не может быть Поэтому первое, что я сделаю, это сейчас Сделаю немножко кормежки и закину Со старта, наверное, штук 10 сразу кормовых кормушек Здесь у меня червячок Он может пригодиться и на налима, и на фидер У меня есть вот такой вот насадочный опарыш Белый-красный У меня есть кормовой опарыш Вот сейчас вон очкеним Здесь у меня немного мотыля И вот сейчас эту всю кормушку, которую я хочу выкормить Я вот так вот размешаю Это все по корму, то, что я хочу туда отправить Я приехала на рыбалку в то место, в которое я хотела приехать Половлю рыбу, которую я хотела половить Хочу посмотреть, будет она здесь или не будет Я надеюсь, что хоть какого-то налимчика мы обязательно поймаем У моего красавчика Правда, у нас солнышко даже сегодня светит Вы представляете? Солнце светит Откуда? Ребят, вода ледяная Просто не дай бог, ребята, ступиться, упасть Вам никакой спасательный жилет не поможет Ребята, просто вообще Кстати, видите, какая удобная штучка Если вы не знаете, что подарить рыбаку Друзья, такой органайзер Это просто супер вещь Такую штуку можно заказать на Валберес Я вам обязательно оставлю артикул в описании С доставкой по России, Казахстану и Белоруссии Ого, какая земля твердая Ого Ну и что же должен дальше сделать каждый уважающий себя турист Конечно же, обосновать лагерь Для ночлега Нам нужно поставить палатку Кстати, вот раз Палатка у меня Та, которой я пользовалась один раз за все время Здесь у этой палатки пол состоит из двух частей Лунки вот такие вот На липучках можно отлепить Более линия, но И сама Палатка Я это Знаете, кто я? Я главный белорусский бомж Есть Это у нас купол Так И тоже здесь девочки Есть Что, легкотня? Если вы не знали, какая самая нужная вещь для фидериста в хозяйстве Я вам скажу Это просто колокольчик Вешайте его вот сюда И спокойно занимайтесь своими делами Положу, ребят, внутрь Опа Я уже забыла, как тут Липучка не мама Уже ей внутри Липучка Да, здесь есть Липучка внутри Здесь, смотрите Вот это вот Мы неправильно, ребят, положили пол И переворотик И переворотик Причем вот так Вот так И вот так Все И вот они наши липучки Видите, я что-то не допетлила сразу Один раз тогда зимой собрала И из-за пола не смогла ей пользоваться Чисто, ребят Вот серьезно Чисто из-за Блин, проткнули пол Ёбсили-матрёбсили Ребят, оно нормально? Это как вообще? Блин, мне вообще оно нравится Нравится просто Вот видите, эта разработка Новая, можно так сказать, у них была Из-за этого Есть нюансы Есть нюансы Но все равно мне нравится Я считаю, что у каждого должен быть шанс на развивание Каждый что-то пробует Каждый что-то пытается Один из плюсов этой палатки Это ее пол Точнее не пол Это ее юбка Длинная, как у всех Она темного цвета Растяжка Стеночка И мы растягиваем и под углом Вот таким Под углом Погода такая Знаете Такое ощущение Как будто бы Может снег собраться Самое что интересное По ощущениям Мне кажется, что Может быть Снег Расководухи Черебятки А Уже Вот смотрите Вот это в центре места Под костер Намечается Прекрасно Опа Вот эта штука сюда И вот эта Вот сюда Легкая раскладушка Из алюминия сделана Потому что Ну, если Жопка небольшая Не толстенький Так что Нормально Выдержит Скорее всего Должна Есть, ребята Быстро, ребята Вдвоем Организовываем Лагерь Кто-то интересуется Сама ли я Конечно, я могу Все сама, ребята Сделать Я всегда об этом Говорила Все Две раскладушки Стоят Но если Две раскладушки Но если мы вдвоем Зачем мне париться Одно Если быстрее сделать Мы же быстрее И половим И все поделаем Выпендриваться Это не надо Пока кто-то Устанавливает печку Кто-то собрал Раскладушки Вот и все И дело в фляпе Так сказать В этот раз Палатка Из-за того, что у нас Небольшая Поставить раскладушки Можно с двух сторон С одной стороны Вот здесь И вторую Ребят Вот здесь На входе Домик почти готов К ночлегу Ребят Так все быстренько Хоп-хоп-хоп И все Я столько уток В жизни не видела Просто косяк Косяковичный Косякович Просто куча уток Просто куча уток И кто-то напугал Они полетели Ну вот Наконец-то Разобрались Вот готова Палатка Сейчас вам покажу Внутри Три-две Раскладушки Печечка Все Что еще нужно Под раскладушки Можно что-то спрятать Здесь что-то Можно спрятать Проход В принципе Вот пожалуйста Есть Здесь я зайду Здесь у меня Береговая линия Там у меня стоит Фидер Влево И направо Я буду Устанавливать Свои закидушки Вот маленькая Уютная Комнатка 2,3 на 2,3 Конечно 2,6 на 2,6 Было бы вообще Просто замечательно Но 2,3 на 2,3 Тоже сойдет Хочу Ребята Еще спиннинг Побросать Обязательно Поэтому соберу Его заранее Не знаю Когда пойду Может прямо сейчас А может чуть попозже Сейчас вообще Наверное В идеале Было бы кофейку Попить Тоже ребят Смотрите Какая штука А удобная Это чехольчик Для транспортировки Прямо Катушки Прямо на удилище Это специальная Транспортировочная Вот такая вот Система Из натуральной кожи На все Оставлю артикул В описании Доставка Россия Казахстан Беларусь Супер Спиннинг Сейф Орион В росте 2,44 Я уже забыла Давайте Я вас угощу кофе Вместе С вот такой вот Штукой Изгоняем Посмотрим Просто постоим Посмотрим Вот так вот На Федорок И на реку Смотрите Какая благодать Смотрите Какая красота Сделал монтажи По типу Патерностер Все равно Груза потом снимаю Можно с топора Эти не ставить Вот Груз Вешаю На петельку Сделала Привязала Груз И вот здесь Сейчас Поводочек На некоторых Закидушках Будут Относительно Небольшие крышки Ну как Проверочные Чтобы попробовать Хотя бы найти Дорогу Налима Небольшого Все закидушки Оснащены Одинаково С монтаж Типа скользящий На всех Короткий поводок Потому что Налим любит Короткий поводок Вот Лучшие крышки На Налима Это либо Вот эти Либо вот эти Вот что Самое лучшее На Налим Лед взялся Представляете Не Ну естественно Что на него Еще Выходить нельзя Пойдемте Посмотрим Какой толщины Просто даже Интересно Само по себе Какой он может Будет толщиной Сейчас глянем Сейчас глянем Вода у вас сразу пошла Не, ребят, это еще вот Видите Несуру на распалочку Сухие Слушайте Королет поел Бедняги Надо будет Наверное Пару ходок Сделать Ну что Походу Рыбка Подтянулась Потому что У меня Объела Мотыля Несмотря на Размер Моего крючка Смотрите Помимо того Что объела Мотыля Объела Еще и Червя Прекрасно И Колокольчик Мусор Нашла По пути Ну Надо собирать Можно будет Потом Кострее Уже Кострее Кострее Ребята, будет ли рыба, была поклёпка на червячка. Это была поклёвка, ребят, червяк с опарышем и мотылем. Ходила, успела нагулять, аппетит, хорошо, что с собой есть кисыщие, чтобы перекусить сразу, но это была поклёвка. Ребята, поклёвка, как ни странно вот опять. Я думала, это лезь. Рыба большая, говорю. Большая рыба такая. Ну ничего. Я заброшу, а потом перетяну. Мне просто надо понять, зацепится там за что-нибудь или нет. Нет, ни за что не цепляется. Это самое главное. Хорошо. Можно спокойно забрасываться и, конечно, ждать поклёвочку. всё. Вот так. Отлично. Потихоньку закидушки забрасываю, потому что солнце почти село. Моментом просто. Колокольчик, естественно, для того, чтобы не сигнализировала поклёвки, если что, и выставляю. Слава Богу, никаких само вклюнуть не может, поэтому я её на фрикцион можно, конечно, проверить. Не, нормально фрикцион. Всё. Готово. Заброшено. Супер. Под деревце. Огонёк. Все поставили, пока нам нет. Надо что-то поставить и на мели. Там есть такой, как пляжик. Он может выходить туда кормиться. Тут я уже иду вниз по течению. И вот тут вот и есть интересное место. Тут стопудово, видите, кто-то ставил что-то. Интересно просто, на кого? Это вопрос. Так красиво стоит в таком закутке. Очередную забрасываю. Жух. Ну и глубина, блин. Не слабо, конечно, здесь глубины. Мессия выполнена на данном этапе. Все закидушки заброшены. Все на червя в разных местах. Где-то помельче, где-то поглубже, где-то коряшки, где-то обрывчик. Морозик хороший. Снежок лежит. Настоящая зима. Ну и я понимаю, конечно, что мы с вами не со льда ледоловим, но все же это хоть немножко похоже на первую зимнюю рывалку 2024-2025. Так вот выглядит мой лагерь со стороны. На закате. Осеннем. Осенне-зимнем почти. В закате. Такая красота. Горит костер. Палаточка стоит. Палатку и печку еще не запускали. Парочка закидушек тоже рядом стоит. Открываю казанчик. Казанчик самый маленький. У меня три размера. Мало, большой и средний. Большими кусками надо срезать, чтобы просто закрывать дома. Теперь мясо, друзья. Такой вот кусочек. По очереди каждый кусочек мяса солю и туда. Казанчик. Та шея, ребят. Ой, ребятки, ну тепленько. Вот уже тепленько у нас здесь. Морковочка. И картофанчик. Закладываем. Равномерно слоем. Томаты, ребят. Ровным слоем выкладываю сверху для такой, как кислинки. Хоть их потом и там и не это, не ощущается. Вы прям не ловите помидоры. Но добавлять стоит, потому что вкус прикольный. Добавляют. Хлоп. 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 И закрутили. Все и готово. На костер, как обычно. Ну минут 35-40. Уже жрать хочется вообще прилично просто. Казан, как всегда, выручает. Легко, просто, быстро. Не надо ничего стоять долго. Самое сложное всего этого, это было помыть овощи после того, как почистили, потому что очень холодная вода. Очень холодная вода. И я в такой воде еще хочу что-то поймать. Ну здесь я ничего не ощущаю вообще, что это там такое. А, налим! Есть! Есть малыш! Я вижу малыша, самое интересное, что есть. Это, наверное, самый большой налим в моей жизни. Ну ты даешь, мы тебя сейчас отпустим. Ты еще прям щеночек налима. Что, раз есть такой, может будет и побольше. Отпускаем его вот сюда. Красавец, а какой! Все, значит, уже мы находимся на каком-то правильном пути. Главное теперь до ночи не сдаваться. Главное теперь все время перезабрасываться, я считаю. Искать рыбку. Так, вот в обратную сторону собираю для того, чтобы заброситься. Потом накручиваю заново на этот ролик. Ну, моторила его вызывает, пускай так и есть ролик. И готовую закидушку забрасываю, да, поклёпку такого красавчика. Так, ну что, вижу малька здесь. Сейчас забросим прямо вот там, где он плавает. Этот мальчик вот здесь. Он плавает недалеко. Ну здесь и не глубоко, я не могу сказать, что далеко ли. Вот. 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 Мне так нравится. И вот сюда вот так. Хоп. Опа. Ещё. Парочку. Вот так. Сейчас пустим пар. Подождём. Всё перезабросила. Может ещё клюнет что-нибудь. По крайней мере мы точно знаем, что хоть мили пили здесь есть. Если есть мили пили, значит кто-то шикаринки отложит. И на этот раз получилась супер вкусняшка, друзья. Слава Богу. Слушайте, в прошлый раз взяли большой казан. Решили сделать утку. Забыли лук. Как подложку, да? Вместо там масла, вместо всего. Масла в этих казанах не надо. И что вы думаете? Утка сгорела. Даже сейчас, наверное, долговато передержали. Слава Богу, ничего не подгорело. Просто ещё надо, ребят, надо на углях готовить. Не на костре прям открытом огне. Хороший вечер. Тихо, спокойно. Божественно. Обожаю. Я эту еду обожать. Обожать. Просто посмотрите, какая красота, как хорошо, как светло, как обалденно. Петечка. Здесь фонарик. Вещи, кстати. Вот здесь вот сушу свои валенки. Здесь ещё какие-то вещи. Здесь выходишь. Сейчас покажу, как хорошо светятся светоотражающие элементы. Не знаю, видно или нет. Ребят, час ночи. Мы встали для того, чтобы пойти и, конечно же, проверить закидушки, перезабросить их. Не подбрасываем костёр. Здесь густой лес сзади. Много животных. Идём по своей дорожке. Как найти свою дорожку? У своей дорожки нету снега. Очередная закидушка. Нигде ничего, ребят. Нигде ничего. Хотя погодка, конечно, огонёк для него. Ох. Далеко-далеко. Сейчас все что не вытяну. Или будет куча травы. Куча мусора. И налим, ребята! У-у-у! Есть! Подальше. Подальше надо было бросать. вот он секрет вот он красавчик наконец-то конец ты понял нужно пойти и вернуться и выбросить все вперед с глубины ребят как вы красавец налим это рыба семейства тресковых в беларуси большая редкость кто-то говорит это не редкость я ловил слушайте но вы может быть и ловили но я ни разу нормального не видела чаще всего показывают что нормального ловят на днепре для меня это очень хороший экземпляр вот этого хороший налим для беларуси где-то налимы достигают размеров до 10 килограмм представляете а у нас он вот такой вот вот такой вот малыш ребят здесь сложила прям под траву ну видите под травой он не хочет рыба есть ребят еще один есть еще один но совсем маленький слушайте этого малыша мы конечно же отпускаем давайте об нужно сейчас на ночь трухи дровишек нарубать поэтому берем вот так и валим а так бьются бьются пьес вот так пьес Вот такой красивый костер перед ночью оставляем для того, чтобы было безопасно, потому что вокруг никаких людей нет, вокруг лес. Ну и стремновато, знаете. Ну не стремно, я врублен, но на всякий случай. Доброе утро, друзья, утро доброе. Что я делаю? Пошла проверять, собирать все свои снасти после ночлега. Это один из минусов, когда... Есть! 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 Ну вот этого я забросила подальше. И тоже вот еще один такой красавчик маленький. Вот такой, ребят, красавчик. Смотрите, какой темный. Ой, извивается. Сейчас его освободим и отпустим. Кстати, чтобы освободить Налима, не обязательно вытаскивать в него крючок. Можно его просто обрезать. Он его переработает, так сказать. Вот такой красавец. Они еще и разных цветов. И светленькие, и темненькие, какие хочешь. Походу, есть, ребят. То ли палка, то какая-то палка. А, Налим, ребят. Вот, пожалуйста. Вот вам и Налим на фидер. Знаете, что я сделала? Я поставила, ребят, специально большего размера крючок. Несколько червей. И все. И вот он засекся, представляете? И вот это вот красавчика мы отпускаем. Пошел. Да, вообще там где-то клевал. Налимчик побольше. Наверное, это вечером были поклевки Налима. У меня такое ощущение. Маленький еще совсем Налим. Белорусский. Довольно большой крючок по меркам на белую рыбу. Но Налима это маленький крючок. Если такой заглотил, нужно лучше обрезать. И он его переварит. Что, здесь, наверное, ничего не будет. Потому что не вижу никакой реакции, никакой сработочки. Ну, что поделаешь? Как есть. Главное, что он нормально вышел, собраться здесь. Оп, спокойненько вышло. Червячок объеден, ребят. Все объедено вот здесь. Тоже все объедено. Позавтракаем яишенкой. Обязательно. С кофе Йосиком. Нальем, поставим водички на костерчик. М-м-м-м. И Аишенка. Обязательно. Обязательно. Обязательно завтрак. Без завтрака никуда. И, конечно же, без вот такого кофе. Возможно, все-таки шестнадцатка многовато. Можно, может быть, здесь поставить головку не шестнадцать, а поменьше. Вот опять был. И не засекла, не реализовала. Хотя она здесь есть. Вот уже сто процентов видели поклевку. Вот сто процентов видели поклевку. Сейчас мы еще попробуем. Она потому что на крючке не была. Сейчас попробуем. Есть, ребята! Есть! Есть, ребятки! Есть! Есть, ребятки! Есть! 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 Это хоть рыба или нет? Да, ребята! Охо-хо-хо-хо-хо! Нифига себе! Нифига себе! Так это окунь! Ёпсили-матри-псили, ребят! Смотрите. А я думаю, что это такое? А я думаю, что это такое? Вернулась. Я тут недалеко от лагеря пошла. Я сначала думала, что это щука. Три раза! Может, еще и щука была, я не знаю. Три раза, короче, у меня не засекалась рыба. И потом подсел вот такой вот горбуляк. Ну, красавчик, ребята! Смотрите, какая красавица! О-о-о-о! На резину! Почти в каждом видео мне пишут, Юля, приготовь рыбу. Все дела. И хоть я ее не однопратно готовила, все равно продолжаю отписать. Хотелось бы хоть раз увидеть, как ты это делаешь. Ну, вот, пожалуйста, друзья, место, которому я доверяю. Река, которой я доверяю. И качеству рыбы в этой реке я тоже доверяю. Да, я поймала немного, но на жарелку хватит. Поэтому сейчас поджарим отвергая этого наливчика. Нарезаю рыбку, чтобы быстрее ее приготовить. И она быстрее прожарилась. Так. Вот это стейки! Быстренько поджарим это, перекусим и поедем тогда домой. Признавайтесь, кто любит икру, как люблю я? Посолим ее. Попробую хвостик налима. Это самый хвостик. Самый-самый хвостик. Ох, вот. И костей вообще нет. Вообще нет. Налима попробовали. Что я могу вам сказать. И уже съела окуня. Ребят, честно говоря, окунь вкуснее. Окунь вкуснее. Красивый кусочек вот такой вот. Вот щука такая же вкусная. И мясо слоями так. Сейчас, ребят, попробую икру. Какая классная погода. Какое классное место. Это был выезд на Налима с закидушками. Я даже успела порыбачить немного на спину и поймать рыбу. Налима я тоже поймала. Прекрасно отдохнула. Ну, а вы, друзья и подруги, если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Всем в них восстание чешуи. Пока!